В автопарке таксофирмы «Народная» больше 70 машин, в основном – частники. Новость о том, что с 1 апреля каждый автомобиль надо будет оснастись кассовым аппаратом с онлайн-функцией передачи данных, таксистов застало врасплох. Если взять в среднем, сколько будет стоить этот кассовый аппарат, если, грубо говоря, 100 тысяч, например, да, конечно, это проблематично, то придется нам, конечно, покупать эти кассовые аппараты и оборудовать наши машины, базы. Ну, у нас же есть еще и водители, которые работают на своих личных автомобилях. Для них это будет очень проблематично, и поэтому они будут отказываться от дальнейшего сотрудничества и уходить в нелегальные такси. Стоит напомнить, что о необходимости предпринимателям устанавливать контроль на кассовые машины говорить начали в 2015 году. За это время обязали установить аппараты 27 категориям бизнесменов. В этом году поэтапное оборудование обязаны установить 633 категориям. Приду с таксистами, сетевой маркетинг и интернет-торговлей, ветеринары и крестьянские хозяйства. Новое оборудование должны будут установить в музеях, а также в организациях, ухаживающими за детьми, инвалидами и пенсионерами. Полный список на сайте Комитета госдоходов. Требования по применению онлайн ККМ с функцией фиксации передачи данных не распространяются на налогопотельщиков, которые осуществляют свою деятельность в местах отсутствия сети телекоммуникации общего пользования. Также налогопотельщики, работающие по безналичному расчету, могут также не применять онлайн ККМ. А подтверждением тому, что нет сети телекоммуникации общего пользования, является справка, которая берется в полномочном операторе. И если у вышеуказанных категорий бизнесменов еще есть время подготовиться к нововведению, то, например, в торговых центрах и на рынках ККМ уже должны быть с 1 января. В палате предпринимателей региона говорят о том, что от них уже поступают жалобы. Например, на то, что централизованная система дает сбой. Я была на Наримановском рынке. У них проблема в том, что у них бутики железные, связь очень плохо ловит. То есть нет того сигнала, чтобы не было трудно отправить данные в налоговый комитет. И у них очень прохладно сейчас, потому что зима, и когда мороз, эти контрольно-кассовые практически не работают. И они боятся, что они будут из-за этих проблем, которые не по их вине, они будут нарушать налоговое законодательство. По словам Жабекситовой, сейчас проводится мониторинг работы рынков по всей стране. Если проблема будет и в других регионах Казахстана, ее будут поднимать уже на уровне нацпалаты. Кстати, много жалоб от предпринимателей поступают по другому вопросу. ККМ часто ломаются, а их простой выходит боком для предпринимателей. Если аппарат сломался, его нужно ввести в центр техобслуживания. У кассовых аппаратов с функцией передачи данных, у них есть 72 часа, которые они работают в автономном режиме. Если они работают в автономном режиме, они потом передают данные. Если это такая техническая поломка, то его перерегистрировать не нужно. Если же вот этот автономный режим, если кончился 72 часа, и они не передают данные, то есть это программная ошибка, то тогда да, нужно снимать с учета аппарат и ставить за нами. Кстати, регистрация контрольно-кассовых машин бесплатная. А сами агрегаты обойдутся бизнесменам в сумму от 70 до 150 тысяч в тенге. Налоговики пока за отсутствие ККМ у тех, кто установить их должны были до 1 января, не штрафуют. Только направили уведомление о необходимости их установки. Установленный срок, если налогопотечник не отвечает, либо наоборот устранил, то значит, соответственно, исполнение мы проставляем, да? А если не исполнил, соответственно, мы направляем уже данному налогопотечнику извещение на явку на административный материал по административному кодексу. В первый раз данному налогопотечнику будет предупреждение, как нарушение. При повторности в течение года субъектом малого предпринимательства будет административный штраф в размере 15 месячных расчетных показателей. В городской налоговой говорят о том, что предприниматели могут не покупать ККМ с функцией онлайн-передачи данных. Можно воспользоваться их альтернативой, например, мобильным приложением веб-касса. Его устанавливают на телефон и обязательно регистрируют в органах госдоходов. Вот только к мобильному нужно будет еще купить специальный принтер для распечатки чеков.